Царю небесный, утешителю души и стены, И жилья с детства, и вся исполняя сокровища благих, И жизнеподателю прийти в себе сяны, И очистены от всяких скверов, И спаси, Боже, души наши. Господь и Бог наш, благослови наши занятия по Слову Твоему. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Твоих божественных слов. Сохрани нас в любви и согласии. Хвала Тебе. Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Первое послание к Каримфинам. Так, кто помнит, на чем у нас цена? 10-18. 10-18. Поэтому стиху так и читай, как написано. Хорошо. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенников. Толкование. Из самого простого примера научитесь, что совершаемое вами есть общение с идолами. Сказал. Израиля по плоти, потому что христиане суть по духу. Примечай сие. Не сказал об иудеях, что они общники Богу, но участники жертвенника. Ибо посвящаемое Богу возлагалось на жертвенник и сжигалось. Но о теле Христовом выразился иначе. Общение тела Христова есть. Ибо мы становимся не участниками жертвенника, но общниками самого Христа. Опасаясь же, дабы слушатели не пришли к той мысли, что как Бог, принимающий жертву иудеев, мог вредить, так и идолы, принимающие жертву у язычников, могут вредить неприносящим жертв. Присовокупил следующее. 1 Коринфянам 10.19. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь, толкование. Я отвращаю вас от идолов не потому, будто они имеют силу делать вред или пользу. Ибо они решительно ничто, но потому, что принимаемая им жертва не идет к вашему владыке. Приносимая. Приносимая, это лишь принимаемая. Но потому, что приносимая им жертва не идет к вашему, с большой буквы, владыке. Посему продолжает. 1 Коринфянам 10.20. Нет. Но язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Толкование. Так, секунду. Итак, не прибегайте к врагам своего владыки. Ибо если бы ты оставил трапезу царскую и перешел к трапезе осужденных, то без сомнения погрешил бы. Не потому, будто она повредила тебе или принесла пользу, но потому, что поступок твой показался бы оскорблением для трапезы царской. Ибо если причащающиеся таинственной трапезы становятся общниками со Христом, то участвующие в бесовской трапезе, очевидно, бывают в общении с бесами. Вопросы? Игнать Тихович, есть что тут добавить? По этой теме ничего нельзя добавлять. Потому что у нас конкретно нет сейчас, где жертву приносят идолам. Надо просто принимать и запомнить это. Угу. Первый калифинам 10.21. Не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Толкование. В виде увещания сказал, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Чтобы этого увещания не оставили без внимания, теперь ту же мысль выражает в форме отрицательной. Не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую. Одними именами доказывает, что от идола жертвенного необходимо удерживаться. Первое калифинам 10.22. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Толкование. Говорит это в укоризну им. Неужели нам испытывать и раздражать Бога? Может ли Он наказать нас, когда мы переходим на сторону врагов Его? Потом, дабы показать всю нелепость их поведения, говорит, разве мы сильнее Его? Напоминается им весьма резкое изречение. Они раздражили меня, не Богом, суетными своими огорчили меня. Раззаконие 32.21. Вопросов нет пока? Я скажу немного здесь. Ян Кронштадтский говорит. Уста курящего демонская кадильница. Вот где жертву приносится сегодня демону. Ни один курящий не имеет права приступать к причастию. И хотя бы минимум два года после того, как последний раз закурил. Два-три года. Так мыслю. Потому что за пьянку, если ты пил, тоже минимум два года. А не так, что проспался, глаза не продрал, опять туда идет. Вот это и есть, что одновременно служит и туда и сюда. Ян Златоус это точно так и описывается. Если бы ты приблизился к царю и руками в навозе прикоснулся к его ризе, получил ли ты обдобрение? А как же ты прикасаешься не к кризе, а к телу Господню, будучи нечестивцем? И пьешь, и куришь. Вот она безбесовская. Но демонская кадильница. Демон это демон, бес. Человек курит. И придумали сейчас экономия, то есть послабление. Послабление это значит никакой. Он не имеет права подходить. Нет, это мы разрешаем. Все спасутся. Дьявол-то сказал, вы спасете только гордых своих, исполнителей закона. А у меня все спасутся. Великий инквизитор Достоевского, братья Карамазовы. Вот здесь точно так же. И пяти мини нету, гибнет и священник, и кого допускает. А он вчера курил. Решили до причастия допускать, если в этот день не курил. То есть не то, что два-три года в рот не брал пакости этой, а в этот же день. Только утром не курил. А уж как причастился, можно курить. Отец Аким был в Греции. Ну и сидит у отца Александра. Они сидят там вместе, Бурдин. И в окно-то смотрю, а там в церковной ограде курят, стоят причастники сегодняшние. А то как так? Да тут все, и епископ курит, говорит, свободно. Подошел кто благословится, папиросу в левую руку переложил, благословил и дальше курит. Какая же это вера? Бесовская вера. Что тут доказывать-то? Кому непонятно. Кто храм Божий разрушит, того покарает Господь. Это самоубийцы. Двенадцать лет жизни отрывается, а я дольше живу. Ты бы жил еще дольше. Да какая у тебя зловоние-то идет какое. Пойди к пчелам, когда ты куришь, на тебя пчелы зажалят. Отошел. Первое Коринфянам 10.23 Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Толкование. Дабы кто не возразил, я ем с чистой совестью, потому имею право так делать. Говорит, нет, все тебе позволительно, поскольку Бог сотворил тебя свободным. Но чтобы есть идоложертвенное, это не совсем для тебя полезно. Ибо постоянно участвуя в трапезах идольских, ты шаг за шагом получишь расположение к самим идолам. Поведение твое, как и прежде я говорил, не полезно ни для тебя, ни для брата твоего. Ибо оно не назидает его, а скорее расстраивает и извращает веру его. Если же нет пользы ни тебе, ни брату твоему, то для чего тебе делать это? Первое Коринфянам 10.24 Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Толкование. Не то только имея в виду, с чистой ли совестью ты ешь, но и то, назидает ли брата поступок твой. Во многих местах своих посланий поставляет это дело самым необходимым. Не вообще возбраняет искать своей пользы, но тогда, когда это вредно для брата. Ибо в таком случае, пользу его, мы должны ставить выше слоей и ее избирать. Первое Коринфянам 10.25 Все, что подается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Толкование. Многими доводами подтвердил, что они должны удерживаться от идоложертвенного. Дабы опять не сделались они разборчивыми сверх должного, не стали бы отказываться от продаваемого на торгу из опасения, что это может быть идоложертвенное, говорит, Все, что продается, ешьте без исследования, а продающие без расспроса не идоложертвенное или продается, как будто угрызает вас совесть, и вы хотите очистить ее. Или так? Дабы не угрызала тебя совесть, ты не спрашивай, ибо при разбирательстве можешь узнать, что предполагаемая тобой покупки идоложертвенная, и совесть твоя будет беспокоиться. Вопросы? Понятно здесь о совести? Вроде бы как, с одной стороны, можно спросить, но вот незнамо человек купил идоложертвенное и есть. Так он же бессовестный, он же предполагал, что это может быть идоложертвенное. А здесь нам толкователь говорит, а ты не спрашивай, апостол Павел, не спрашивай, совесть тебя не будет. То есть ешь, как будто это не идоложертвенное. А так купишь не идоложертвенное, а будешь думать, что это идоложертвенное, и совесть тебя будет мучить. Поэтому вот он и дает такой совет. Даже если ты купил идоложертвенное, но ты не знаешь, идоложертвенное или нет, и съедаешь это, и совесть тебя не мучает. Почему? Потому что идол в мире есть ничто, он тебе никак не повредит. Никакого магизма в этом мясе нет, оно не заколдованное, порча не на нем, не наведенное, ничего не это. А то сейчас чуть что за него человек идет к колдовке, она тебе порча, тебя испортили, надо карму тебе почистить. И начинает его деньги с него давить. А христианину это ничего не повредит. Но специально этого делать не надо на показ. Иначе брат соблазнится. Тебе-то это действительно не повредит. А вот брат увидит, что немощный брат, который думает, что в этом что-то есть. Ради него воздержись. Знаете, давай. Тут лукавство пробралось и здесь, даже без этого. Сейчас, ровно через полтора недели, будет начало Великого Поста. И вот начинает исследовать. Берет булочку, а чем она была там подмазана? То есть не растительным ли маслом? А теперь, а может туда молоко запустили? То есть проверить-то нельзя, и начинает вот это излишнее прямо похожее. Но и в обратную сторону тоже никуда. Берет пирожок мясной с ливером. Тут и проверять нечем. Почему? Потому что когда Идорское они освещали, побрызгали водой, а там ничего на нем и нигде не здесь. Печать не ставило Роспотребнадзора, санэпидемстанция. И нельзя было узнать. Ну ты-то, ты видишь, что мясо, мясо. Что ж ты говоришь-то? Ну, написано, не исследуйте. Да исследовать-то ничего не надо. Ты же видишь, что сало. Берешь колбасу. Что ее исследовать? Она мяса. Мясо запрещенное есть. Все позволено. Еще раз говорю, за 300 лет ни один старый обрядец нигде не будет молотно есть. Они другое не знают, а это знают. И мы с детства приучены были к этому. Никогда, даже мысли нет. У маленьких ребенок, мать скажет, корова, молоко, кака. Чтоб другие это поняли, есть нельзя. Ну, ребенок, он и не разговаривает еще. От груди отсадили, ни один уже не будет. И под это подгонять, это лукавство. Вызвали как-то на вопрос. Здесь был погиб лопатец Михаил, благощинный Новоалтайки. Ну, и спрашивают, ну вот если на Новый год пригласили куда, ну, соседи там, друзья праздновать, они верующие, они положили кусок мяса, есть или не есть. Он четко отвечает, есть, чтобы соблазн не подать. Чтобы соблазн не подать. Что он подает соблазн верующим? Зачем поперся-то туда? Идет рождественский пост, когда Новый год-то еще семь дней до Рождества, и пошел туда куски мяса подъедать. И учат прямо в храме так. Ну, и что спрашивают-то? То есть все дозволено, то есть ничего и нету. Господь с чистотой не пребывает. Не называйся православным. Называйся как-то по-другому. Баптистом ешь, тогда у них, им закона никакого нету. Вот и все. 1 Коринфянам 10.26 Ибо Господня земля, и что наполняет ее толкование? Господня, а не беса. Если же земля Господня, то Господни и плоды, и деревья, и животные. А если все Господне, то по природе нет ничего нечистого. Но все зависит от мысли каждого. 1 Коринфянам 10.27 Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Мясо ест спокойно совести. Хорошо сказал, захотите. Ибо сам не хотел ни советовать, ни отсоветовать. Нисколько не исследуйте, дабы в излишней заботливости не выказывать вам боязни пред идолами. И дабы сохранить совесть свою чистой и невозмутимой. Да, так и напрашивается в пост пойти в гости, на лупашица там мясного, и все нормально. Написано же, не исследуйте. А так и делают у нас все, лукавство одно. Не о посте здесь речь идет, а об идоложертвенном. А дальше вот и объяснение 1 Коринфянам 10.28 стих. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее толкование. Я заповедую тебе удерживаться не потому, будто идоложертвенное вредно, но ради того, кто объявил, что оно идоложертвенное, дабы он не потерпел вреда и не подумал, что христиане не должны отращаться предметов идольствий. И не потому учу я удерживаться от идоложертвенного, будто оно нечистое и совершенно чуждо нашему Господу, это видно из того, что Господня земля, и что наполняет ее. То есть все, что содержится в ней. Или так. Удерживайся от этой пищи, ибо вся земля Господня, и тебе можно насытиться иным, чем-либо. Ибо все для тебя открыто. Вот это вот мне последнее больше нравится. А чем тебе свинью ей есть? Баран есть? Курица. Обязательно тебе свинину среди мусульман, что ли, есть? Прям без хрюшки не могут, помирая. Можно обойтись. И рыба сейчас какая вкусная, дороже мяса в три раза, правда. Все открыто и все время рост как корыто. И дальше продолжение. 1 Коимфонам 10.29. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Полкование. То есть язычника. Ибо он, быть может, как я сказал, соблазнится, или сочтет тебя чревоугодником, или подумает, что и ты, подобно ему, принимаешь идолов. А дабы кто не сказал, к чему тебе заботится о том, кто объявил. Ибо ты прежде всего сказал, что мне судить внешне, говорится, забочусь не о нем, а о вас, чтобы вы не подверглись осуждению. Поэтому и присовокупил следующее. Свободы называют безразборчивость и нестеснение запрещения. Я, говорит, буду есть свободно и без разбору. Но язычник осудит меня и скажет, вера христиан суетная. Они говорят, что внушаются идолов, а между тем, приносимая им в жертву охотно едят. Так же и нам надо, ради неверующих, сейчас пост. Какие же вы православные, если в одну неделю, главное, и последнюю. Лукасто тоже одно. Нарушаете пост. Какой же вы. Сами говорите, что надо поститься. А в конце приходите и постившиеся, и не постившиеся. Но это действительно так. Господь призывает всех. Но этим-то не надо пользоваться. Раз говорят в конце на Пасху и постившиеся, и не постившиеся. А я и... Значит, можно и не поститься. Лукасто. И православный обязан поститься. Если не постишься, значит, ты не православный. И что характерно, протестанты, которые не постятся, они вот ссылаются на место священного писания, где говорится, что пост это вот милостыня, и не вкушать вообще, не пить и не есть. Вот что он, истинный пост. Хотя и истинный они не делают этот пост. А этот ваш православный, это смена диеты, это ерунда какая-то. Ты на ерунду даже у тебя смелости не хватает. И этого даже не может. Ну, что это вот пост, если уж пост, то надо не пить и не есть, как Христос, 40 дней. Вот это тогда пост. А все это у вас не пост. Ну, я тогда возражу. Хорошо, если... Христос заповедовал, с помощью поста и молитвы изгоняется рот бесовский. Чтобы беса изгнать, нужно каждый раз 40 дней не пить и не есть. Так у нас вот тогда бесы одолеют тогда, если такой подвиг необходим для этого. Нет, пост это именно воздержание в пище. Ну, а милостыня это само собой. Так, вопросы? То есть тут нам надо четко разграничить, где пост, где доложаться, но и в одну кучу не путать. Чтобы рот коры там не был, как говорят. Первая Коринфянам, 10 глава, 30 стих. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порисать меня за то, что я благодарю? Толкование. Я, говорит, со своей стороны, свободно пользуюсь творениями Божьими по благодати Божией, которая так утвердила и укрепила меня, что я ничего не наблюдаю. Но язычник будет злословить меня, будто я по лицемерию удаляюсь от идола, а по чревоугодию ем приноси моим в жертву. Слова за то, что я благодарю, значит, я со своей стороны благодарю Бога, что Он так высоко поставил меня, даже выше смирения иудейского, что я ни в чем не нахожу вреда. Но, как я сказал, соблазняется и злословит язычник. Язычник. Вопросы есть? Ну, давайте дальше дочитаем, потом можно будет пообщаться. Голову закончим, 10. 1 Карифонам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Толкование. Все говорит, делайте в славу Божию, ибо настоящим вашим делом Бог не прославляется, а скорее хулиться. Езжи и пьет кто-либо во славу Божию тогда, когда не соблазняет этим никого. Делает это не по чревоугодию или по сластолюбию, но для того, чтобы приспособить тело свое к совершению добродетели. Вообще же совершает кто-либо всякое дело во славу Божию тогда, когда ни другому не вредит через соблазн, ни самому себе, как, например, действующий по человекоугодию или по какому-нибудь страстному помыслу. 1 Коринфянам 10.32 Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Толкование. То есть, никому не подавайте никакого повода к злословию. А это будет тогда, когда мы не будем соблазнять ни иудея, ни язычника, ни тем более братьев, ибо церковь Божия они. Примечай. Важнейшее он сказал в конце. Христиане должны и прочих привлекать к вере, а не то, чтобы преследовать даже братьев. Разумеет же, под ними и всех, которые соблазнялись тем, что они ели и доложертвенное. 33 стих. Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Толкование. Поскольку выставил их виновными в причинении вреда язычникам и иудеям, и заповедал им великое дело, то, дабы показать удобность этого дела, выставляет пример самого себя. А как он не искал свои пользы, это видно из многого, прежде сказанного. Например, «Для всех я был всем». 9 глава, 22 стих. «Особенно же из того, что он сделал бы сам, что он желал бы сам быть отлученным за братьев своих». Римлянам 9.3. Слов «как я Христу, не принимай за выражение гордости». Они сказаны с целью сильнее побудить к подражанию. Ибо если, говорит, «Я подражал Христу, не пощадившему собственной жизни для того, чтобы вы ожили, тем более, не тем ли более, вы можете подражать мне. Ибо я не настолько лучше вас, насколько он лучше меня. Он несравненно превосходит всех». Вопросы? Вот у меня вопрос. То есть, иудея еле на соблазнить, понятно. А вот брата, как соблазнить? И вот когда был спор у Дебунова с Игнатом Тихоничем, мне как-то Игнатом Тихонич вроде Дебунов защищал свиноедов, я совершенный, а Игнатом Тихонич немощный. И Дебунов, что тут только вот обыдло жертвенок, какая тут свиня, я никого этим не соблазняю, мусульманов нет, а Игнатом Тихонич меня соблазняют. И я сразу думал, ну как, вы же не мусульмане, Игнатом Тихонич. А здесь вот прям 32 стих говорится, то есть, ни Еленов, ни Церкви Божией, то есть, и братья тоже могут из-за этого соблазниться. А вот, да, что вот вроде как он только на парк, ну как, чревоугодие может быть соблазниться, да, что брат подумает, что ты чревоугодник, поэтому видоложок имеешь. Так, Игнатом Тихонич, брат может соблазниться из-за этого, растолкуйтесь. Он засомневается, надо ли это, соблюдение этого порядка не трогать и железо жертвенное. А чтобы не ошибиться, что брат соблазняется, не соблазняется, никогда не ешь мясо. Все. Гарантия на 100%. Вот у нас завели порядок, чтобы всегда был пояс сверху, но бывает холодно, надо ездить в свитер, а свитер не подпоясывается. Мы говорим, поднись с рубашки свитер на день не хочется. А мне столько свитеров, знакомые там, хорошие люди поставили. Я их собрал, рюкзак и сумку набил, кажется, и пошел в дом инвалидов, в один день все раздал, и все. И ни одного замещания больше не будет. Ну почему ты не хочешь это сделать? Каждый день замещания с бородой подстригают или что-то. Я разговариваю с баптистами, вы живете среди русских, знаете? Ну да. А вы видели православную церковь? Видели. А вы знаете, что их много? Миллионы таких людей, которые ходят? Да. Но у православных есть пост. Но он же не евангельский. Тебе не надо говорить, евангельский должертвенный или нет. Соблазн. И когда люди видят ваше время великого поста, вы едите мясное, а они соблазняются, что если вера какая в вас, и они соблазняются, нужен ли пост. Ты-то считаешься совершенным, проповедуешь, а сам нарушаешь 69-е апостольское правило. Я не беру собора, даже апостольское. Там говорится только об одном посте четыре десятницы, великий пост, и среда и пятница. Если случилось бы объединение с баптистами, вот это они должны были взять непременно. Один пост хотя бы. Ну все. Так я говорю, вы знаете таких баптистов, которые знают, что православным это в соблазн. Какая же ваша вера-то? Хоть один не будет есть мясо, ни одного не встретил за полвека. Почему? Утробы не сытые. Вот и все. И вся наша вера кончилась трухой. Ничего и нету. Ну соблазняются, живущие рядом. Считай нас еленами, как угодно. Ну ты-то кто? Еретик, сектант. И почему ты эти слова-то Христовы не применишь к себе? Соблазна не подавать не только на жертвы. Ни в чем не подавать соблазн? Ни в чем? А мы-то этого ничего не знаем. Корреспонденты приехали в Египет. Египетский их встретил, идут. Советский идет и приобнял свою, которая приехала с ним. Он остановился и спрашивает, это жена ваша? Он говорит, нет, это сотрудница по печати. Э, нет, говорит, сейчас полицейский увидит, он потребует у вас паспорт, и в паспорте ее там не записано, говорит, нету. Вас сразу арестуют, сорок ударом палками, и будешь сидеть полгода. Он сразу отшатнулся. Все. Нужна дисциплина. Если дисциплины нет, шабаш тебя. Поехал в другую страну изучить законы. Мы пришли в церковь Христову. Мы были в мире, ничего не знали, ели подряд. Сегодня ограничения, у нас все иное. И вот начинает, я свободен, ты свободен, грех делать только. свободен, все позволительно, но не все полезно, не все назидает. Уже так видно, что полцентра лишнего на себе носит, и все еще оправдывает эту плоть. И болезни-то от этого какие? Ну, страха, Боже, нет, это я что говорю, это все равно бесполезно. А если ты один раз услышал, ты никогда больше не прикоснешься. Я могу таких людей назвать, которые близкие нам. Они один раз услышали, больше никогда великий пост не нарушали. Мало того, вообще не едят мясо. Хотя мы вообще этого не запрещаем даже. Но нарушающий пост отлучается на два года. Канон. Канон. А кто их составлял? Святые Божьи Человеки, будучи движимым и Духом Святым. Именно о посте я говорю. И не надо много тут рассуждать. Или, или. Ты соблюдаешь, или нет. Ты не соблюдаешь. Выведи, какая причина. Почему ты пошел на этот соблазн-то? И ты увидишь, там ничего и нету. Хитрый сатана. Динаминации, конфессии. А этих слов нету. Они же говорят, а где написано? Нигде. Этот дьявол прикрыл слово ересь. Еретик. Вы внимательно на все смотрите. Вот сейчас говорят, принимать будут закон, если кто-то ругает, там, поносит президента, будет уголовная статья. Уже в Думу попадают этот. Ну, сегодня уже я не один раз читал про это. А правильно или неправильно? Правильно, конечно. Зачем хулить царя? Если ты услышишь, что царя хулят, златоуст говорит, ударь его по устам. И от царя получишь похвалу. Тем более, когда хулят Бога. Я не призываю к этому бить, но, однако, это везде и всегда. Ты попробуй хоть одно слово скажи там где-то в Турции или где. Это сейчас расхлябанное. И раньше за это дело сурово наказывали. Не хулить царя. Вот и все. Заранее надо приготовиться к этому. Язык-то маленько прикусить. Я попутно хотел сказать, Сережа, ты объяви относительно утренней молитвы, чтобы все знали. И второе. Сегодня праздник двунадесятый Сретенье. Я православный, но я говорю, почему этот праздник-то поставили в четвертом веке? До четвертого века его не было. Не было. Это в Википедии заряди, и ты там увидишь. А как было? Никак. Вообще его не отмечали. Но, но если нам нужно Сретенье, почему не сделать встречу с Савла, со Христом? Тут мы все получаем от этого, что встретил Симеон. Мы никто не получили ничего. Никто. Только он получил это праздник, говорящий о смерти. Ныне отпущаешься. То есть, наконец-то я умру. Это праздник смерти. И как это? Тут рассуждать не надо. Но я православный, я его соблюдаю, не работаю, ну и все остальное. Сегодня положена рыба, я все равно выловлю одну в чашке. Нужно научиться брать полезное, не ища своего для плоти. Отошел. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 1-2 стихи. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Толкование. Окончив речь поведение идола жертвенного, грехе тяжком, теперь исправляет грех несколько легчайший, ибо у него в обычае между тяжкими грехами вставлять менее важные. Что же это было? То, что женщины и молились, и пророчествовали, тогда пророчествовали и женщины, с открытой головой, а мужчины и во время пророчества покрывали головы, как занимавшиеся любомудрее. Это был обычай эллинский. Апостол уже замечал об этом, быть может, во время своего пребывания они у них, но одни из них послушались, а другие не послушались. А покорных он говорит, хвалю вас, что вы мое помните. Хотя в виду имелось одно то, чтобы мужчины не покрывали голову, однако он говорит, все мое помните, ибо у него всегдашний обычай благоразумно похвалить тех, кого похвала могла поощрить к большему совершенству. Отселе очевидно, что и Павел и прочие апостолы многое преподавали и без письма. Вопросы? Ну, вот вопросы, вопрос о преданиях. Что главнее, предание или писание? То есть здесь действительно, что Павел, это у нас сейчас мы читаем писание, но Павел им пишет и говорит, хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам. То есть хвалят их за то, что они держат предания. Это не записано нигде. Ну, сейчас это у нас записано. Предания стали записанными, но они не вошли в канун библейский. А то некоторые предания православные все отвергают все главное писание. Или кто-то наоборот ставит предание выше писания. Вообще предание должно с писанием согласовываться. Мне нравятся слова Кирилла Иерусалимского. Если мои слова, ну, мое предание не сходится с писанием, с Библией, не верти мне. Вот это вот самый такой разумный. А если сходятся и ты не веришь, ну, значит, не верующие ты еще. Вопросы? Игнать Тихон, что вам слово? Тут вопрос предания. Когда его употребляют в разговоре с сектантами, православные приводят это место. И правильно, что приводят. Но ведь имеется в виду предание старцев и то, что написано позже. В данном же случае апостол Павел говорит о том, что он говорил и не было записано, передал. Вот это предание. Мы должны ставить вопрос не что выше, а что первичнее. Первичнее предание. Христос ничего не записывал. Он говорил, и поэтому осталось в предании. Как слышишь, он говорил, а не как пишешь. Евангелие от Матпея считается, появилось, записано, стало писанием через пять лет после вознесения Христа. У Марка через семь, у Луки через пятнадцать, а у Яна через тридцать пять. Вот это стало писать. Мада этого передавалась устно, из уст в уста. Ветхозаветнее было преданием. Вот Моисей записал, как Бог творил мир. Откуда он узнал-то? Господь открыл. И мы знаем, что жил дольше всех Мафусаил 969 лет. Он захватил Адама, при Адаме жил, и он же захватил иное. А Ной то уже перешел через потоп, и тут могло быть оставлено по наследству все. Вот надо до конца это посмотреть, слепить эти даты и увидеть. Предание первичное и говорить о том, что важнее, это одно и то же, пока оно не записано было преданием. Если мы говорим Писание, то мы знаем, начинается Святая Библия со словом В, буква В, в начале Бог сотворил небо и землю и заканчивается мягким знаком. Аминь. Ни добавить, ни убавить ни одной буквы, ни одной черточки. Но что церковное предание, сегодня я не знаю точно, сколько, ну, не меньше, как пятьсот томов. Томов. Триста томов, только по тристика, по трологии миния. Это Златоуст двенадцать томов, Василий Великий, и Премь Сирен шесть томов, а также «Жития святых». Вот, все, что, где, когда говорили Игнатия Бричанина, все это предание пишут и пишут. И спросить, кто знает, чтобы точно знать, никого еще я не мог найти. Почему? А нигде и учета не ведется. Вздумал сослаться, сослался, а он канонизированный. И на Игнатия Бричанинова тридцать лет назад никто не ссылался, раз его провели в святых. Теперь непрерывно его цитируют, подражают ему, а Слово-то Божие этому не учит. Кто бы это ни был, проверяй слова его с Библией, если это не сходится, не верь, не верь, даже ангел с него будет подходить, не верь, все апостолы двенадцать не так, не верь. Галатам 1,8,9 отошел. Первое Коринфянам 11 глава 3 стих Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Толкование Судя по ходу речи, он, видимо, продолжает беседу с теми, кого хвалит за хранение преподанного им. Но на самом деле он исправляет непокорных. Слыша, что Христос есть глава всякому мужу, разумей верному, ибо мы верующие тело его, а не язычники. Почему Христос не глава им? Муж глава жене, потому что господствует над нею. Бог глава Христу, потому что есть причина его, как отец сына. Сказанное о главе не нужно понимать в одинаковом смысле и о Христе. Христос глава нам и потому, что он Творец наш и потому, что мы его тело. А отец глава Христу, как причина его. Если же название отца главой Христа будешь понимать и по человечеству, в таком смысле, в каком сам Христос назван главой нам, тут не будет ничего нечестивого. Ибо отец называется и Богом Христа по человечеству. Иоанна 20.17 Поскольку же он восхотел уподобиться нам и назвался и братом нашим, и главой, то ничего нет нового, если он принимает и имена уничиженные. И отца своего по божественности имеет главой по человечеству, как царя своего и Бога своего. Вопросы? Так, вопрос, значит, здесь говорится, что Христос глава только верным. А неверным Христос им не глава. И вот такая ситуация. Жена верующая, муж неверующий. и вроде как жена говорит, раз Христос ему не глава, то и я тебе подчиняться не буду. Правильно она рассуждает или нет? как жена мужа, то есть ты мне не господин, я сама глава, допустим, или равноправие у нас, потому что ты не верующий. А он там ее выдольские капища допустим не зовет, там в грехе не зовет, хочет, чтобы порядок был в семье, чтобы подчинялась, как ягод говорит, глава. А вот как уверуешь, так буду тебе подчиняться. Пока погоди немного. А он не верующий, Бог веры не дает. А то, что он должен быть главой, с этим он согласен как раз. На это у него веры хватает. Игнать Тихонович, ответьте, пожалуйста. Ну, понятно, что никто не отменял, чтобы он не был главою. Мне в жизни пришлось однажды встретиться, что жена, она головы на две нара ниже мужа, а он высокий такой, по два метра, Иван. И она дошла до того, что стала бить его. Что не так, она подойдет и ударит его. Но он терпел, терпел, видимо, кондиция дошла до нужной. Он стал молиться, а она маленько уже начала приближаться. и он стал молиться, Господи, дай мне силы на пять минут быть неверующим. А он раньше ее гонял, лупил, как собаку. Когда он смолился, как она упала в ноги, Ваня, прости, больше не буду. А она поняла, если он вернется, то теперь зашибет ее, ее тыкву расколет пополам. Дальше уже некуда было идти. И все. А теперь оба верующие, и все. Так что, бить жену? Я не зову к этому, но смысл напрашивается. Когда церковь не слушается Христа, что Христос делает? Он ее в пекло буквально заталкивает, пока церковь не освободится. А жена дослушается мужа, как церковь Христа во всем. Некоторые из этого делают вывод. Делают вывод, как у старобрядцев, по субботам профилактику перед баней. И она ходит, как Шелкова по одной плашке. К этому не призывая, Златоуст говорит, но все-таки ты скажи. Тебя Бог благословил на этот брак? Так если Бог дал тебе, так люби его, как в фильме показывается, племя Антихристова, когда она пошла, что она развелся, говорит ей, видели, может, этот фильм-то? И она сразу брякнула ему и пошла. Ты племя Антихристова. Да вот жена ушла к другому. А почему ушла к другому? Так Бог раздал тебе, жену, так ты любил бы ее, дал мужа, ты люби ее. И этом все сказано. Люди в мире ничего этого не знают. И там законов никаких нет. А если он бьет и прочее, ну, Златоуст говорит, это и Василий Великий, можно развестись. Но такого совета мы не даем. Вот весь ответ. Совета не дают. Переможится. Пройдет время, может быть, будет по-другому. Как правило, большая часть скандалов и убийств идет, жена не была молчаливая. Она не старалась угождать ему. Ну и все на этом. А какой фильм-то, Игнарий Тихонович, напомните? Да я мог бы показать, только как-то надо снять в конце или как. Я не знаю, какой фильм, это надо знать, что-то про север. Там староверы, а он как какой-то, кто он такой там, как революционер или кто. И он у колосса встретился, она там бодейки принесла, и он смотрит на нее, какая ты красивая. Она не сказала. Наверное, уже замуж. Да, меня сосватали, а кому? Да, Еремия. А ты его любишь? Что значит любишь? Родители сказали. Видишь, как Юда Бенгур, ты его любишь? Я научусь любить. И она даже никаких. И моя подруга, ей 16 лет, ее выдали за поиси, она перечисляет. А потом посмотрела на его и говорит, вы, наверное, с женой живете? Она говорит, нет, я с сыном живу. А жена умерла, говорит, царство небесное. Она говорит, да не умерла, она ушла к другому. Как ушла? Ну, полюбила. Она на нее посмотрела, полюбила? Бог дал мужа, так люби же его. Надела карамысту, и уже издалека бросила, ну, племя антихристово. Вот это маленький ролик, заведи, где-нибудь в интернет, племя антихристово, и она выйдет сразу. Прямо сразу же выскочит. Это здорово показано. Это что разводятся, это племя антихристово. Ну, кто-то может, попробуйте, у вас получится, нет. Племя антихристово. А какой недавно фильм вы смотрели о войне? Советуете всем посмотреть? Советую всем посмотреть. Скажи, как? Вот сейчас Володю скажет. Про совесть что-то... По соображению совести. По соображению совести. Да. Вот она пришла сразу. А я слушаю, тут одна минута 34 секунды. Минутку сейчас я включу, потому что нам удобнее здесь, здесь, это. Вы в чат ссылку скиньте, умеете, нет? Красивая ты. От женихов, наверное, отбою нет? Как это? Я просватана домой. А сколько же тебе лет? 16. Когда же поспела? Когда-то с 10. А у нас все просватаны. Брушка вон за Луку, а Дарья за Петра нашего. Ну, не теперь еще, а я уже скоро замуж пойду. За кого? За Еремею. Ага. Он как? Ну, сейчас. И он ищет. Чудной вы какой. Кто же меня спрашивал? Так родители решили? А против родительской воли нельзя? Самокруткой? Нет. Вот у вас там, Баде, жена есть? Нет. Сын только. А улыка. А жена аж тоже померла. Все, я вошел. Просто разошлись. Как это? Ну, она не захотела со мной жить, ушла к другому человеку. И что же? Ничего. И земля ее носит? И глаза ей не плюют? Я знаю, меня больше не любят. Так должна любить, коли жена, кого бы Бог не послал. Ай, тихо, 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 тихо. А что-то пропало. Время антихристова. Давай. Первая корейфа нам 11 глава 4 стиль. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. Толкование. Мужу воспрещает иметь покрытую голову не всегда, но только во время молитвы и пророчества. Не сказал так же просто с покрытой головой, но имеющий на голове, дабы уничтожить покрытие головы не только одеждой, но и волосами. Ибо и тот, кто отрастил волосы, имеет на голове именно эти волосы. Почему же он бесчестит голову свою? Потому что подставлен начальником и властителем, а между тем сам делает себя подвластным. Ибо покрытие головы означает наложение власти на голову. Покрывало на голове занимает место властителя и служит знаком подчинения. Или так. Постыжает свою голову Христа, унижая себя и теряя свободу. Ибо как малое тело постыжает голову, так и тот, кто от Бога создан свободным и самовластным, то сам унижает себя, как подчиненного, постыжает Христа, который есть глава его как тело. Достойное исследование, почему апостол выставляет это как грех. Мужу и жене, одному признаком власти, а другой подчинение, дано многое и иное, между прочим, и то, чтобы один имел голову непокрытую, а другая покрытую. Как же не грех переступать пределы природы, ему же украшаться волосами, а жене не покрываться. Искореняет это явление, как признак своеволия, которая весьма губительна в делах церковных. Ибо и ереси отсюда, от того, что каждый выходит из пределов узаконенного. 1 Коринфянам, 11 глава, 5 стих. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обрита. Толкование. Были, как я сказал, и женщины с даром пророчества, например, дочери Филиппа, в Деянии 21.9, и многие иные. Чем же постыжает голову свою? Тем, что объявляет голову каким-то изгнальником, отступившись от веренной ей Богом власти. Знай так же, что мужу воспрещает быть покрытым, как сказано, во время молитвы и пророчества, а жене воспрещает быть не только в это, но и во всякое время. Ибо всего он желает, когда говорит, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Как быть обритой ей всегда стыдно, так и быть не покрытой стыдно всегда же. Волосы заменяют собой покрывало, посему снимающее с себя покрывало «похожа на снявшую с себя волосы». 1 Калифянам 11,6 «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Толкование продолжает доказывать, что быть не покрытой сходно с тем, что быть остриженной. И как стыдно последнее, то стыдно и первое. Всем этим выражает, что женщине всегда стыдно быть не покрытой. Вопросы? Продолжаем. Игнать Тихонович, Ну что интересно, мусульмане это знают, а христиане не знают. Где бы ни посмотрел, все без платков, даже зимой такой мороз, женщина без платка идет. Мы нигде не видели во всем мире, где мы были, чтобы женщина-мусульманка хотя бы одна была без платка. Вот мы в Париже были, идет какая-то здоровая женщина, ну видно, что черная она, темная, с кожей, и одета, платье до пола, и закрыто все как положено. В Болгарии сидит за рулем, одета, я улыбнулся ей, и она мне улыбнулась, я поклонился, и показал на голове у вас, вот палец, она еще улыбнулась, так и едет дальше. Но ее приятно посмотреть. Как только въезжаешь в наши шесть республик, мусульманские, как будто в другое государство. Совершенно по-другому люди одеты. Стоит живот, видно, большой, стоит она в парке, и платье до полу. Одета полностью. Едем по Хабаровску. Он идет, никакой не ваххабит, нормальный мужчина, в коляске, и она одета по всей форме. Вот и все. Почему? Священники не занимаются народом. Совершенно. И все это научились оправдывать. В чем она одета, это никого не касается. Голова открытая, не касается. То есть, никакой веры-то нет. Одно постыжение. И поэтому Господь пришел к погибшим овцам Израиля, и избранный народ оказался погибшим. Вот такое православие наше сегодня фальшивое, лживое, ни к чему не обязывающее. И виноваты в этом священники. У нас-то все одеты. Вообще ни одной нет, чтобы пришла она без платка. Да и как одеты это. Не как у старобрядцев, если не замужья, полголовы открытые. Ну просто посмотрите на снимки. Это можно сделать. Ничего не стоит в один день. К нам приехала Захарова Александра. Это секретарь городского отдела УВД города Барнаула. Сразу переодели. Она везде в снимках в государственном журнале охрана, МВД. Как будто член нашей общины. Кто бы ни приехал, милиция, прокуратура. Ни одной без платка не будет. И ни одна в брюках к нам не зайдет. Если мы не просмотрим только. Вот и все. Надо работать. И даже в этом малом видно будет, что ты верен Богу. Отошел. Первое поколение Коринфянам 11 глава 7 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Толкование. Первая причина выставил то, что муж имеет главой Христа и посему не должен покрываться. Теперь представляет и другую причину то, что он есть слава Божия. То есть наместник Божий и образ его. Посему представителю власти царя, царя с большой буквы, всех просите, посему представителю власти царя всех должно являться пред него со знаками этой власти, то есть с непокрытой головой, ибо она служит знаком, что муж не подвластен никому из земных, но сам господствует над всем, как образ Божий. Далее. А жена есть слава мужа, то есть подчинена мужу. Посему и являться ей должно знаком подчинения, а таким знаком служит иметь покрытую голову. Вопросы? Вот у меня вопрос, почему у военных честь, когда отдают и говорят не прикладывай руку к пустой голове, то есть обязательно должна у военного голова быть покрыта, это какой-то обычай, связан он как-то с этим или не связан? Знаете? Нет, тут никак не связан, это мирская привычка. Мы видим, где там в Америке они подставляют руку в пустой голове, как говорим. Другое, вот сегодня мне звонит один протеерей и задает вопрос, я его всем перекладываю, для себя пока ответь, а потом можно будет его вынести. Это из Писания. В Ветхом Завете было сказано, если жена родит младенца мужеского пола, мальчика, она нечиста 40 дней, если она родит девочку женского пола нечистая с 80 дней, в два раза больше. Почему? Чем ребенок-то виноват? И какая разница родить? И у нее все одинаково, и так же воды отходят, и послед все, но далее это что? А в Новом Завете женщина нечистая родившая мальчика 40 дней, и девочка 40 дней. Если там ты объяснил как-то, то тут-то как? Почему теперь? вот вот вам вопрос и нужно ответить точно по писанию. Абсолютно точно. Ну, вот и все. И что интересно, сектанты все без платков, какой-то накинут, так это, болтается на голове, там, прозрачная, платка все боятся. Почему? Притом, где бы ты ни ехал, без платка, даже чаще можно мужчину видеть с бородой, чем женщину в платке. Даже старая смотришь, царица, люди фотографированы в городе особенно, без платков. Царица сидит, что-то на ней там накручено, но не платок. Почему? Значит, а вывод отсюда, не молятся, не молятся. Ну, а почему? Не сказать-то было. Я вот в библиотеке проповедую, ну, где-то, большой город, допустим, Смоленск, библиотекарям все без платков. Я говорю, мы сейчас помолимся, в конце я сказал слово, а их-то сидит не один, не два человека, но голову надо покрыть. Они мигом начинают что-то искать и покрыли голову. Сразу здесь же, первый раз, ну, священники имеют такую власть, и одеть женщин как положено, это достаточно одного часа. И все, и около двери поставят те, которые за этим смотрят. Они не хотят бояться, что если я скажу, она не придет, ему деньги не принесет. В этом корыстолюбие дьявольское больше ничего нету. Вот и весь ответ. 1 Коринфянам 11 глава 8 и 9 стихи. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Толкование. выставляет причины, выставляет причины, по которым муж преимуществует пред женой. «Именно жена создана из ребра его, и не он создан для нее, а она для него. Ибо сказано, сотворим ему помощника». Бытие 2.18. «Как же мужу покрываться, когда он так почтен от Бога? В таком случае он похитит себе женскую одежду и сделает то же, как если бы, получив диадему, сбросил ее с головы, а надел одежду раба. Десятый стих. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Толкование. «Посему сказанному, говорит жена, должна иметь знак своего подчинения, то есть если не иное что на голове, то есть если не иное что, то на голове покрывало из благоговения пред ангелами, дабы и пред ними не явиться бесстыдницей. Ибо как покрытой головой, опущенными вниз глазами, жена доказывает свою почтительность и верность положения подчиненной, так непокрытой головой она обнаруживает бесстыдство, которого отвращаются и ангелы, присущие верующим». Климин же, автор книги «Страматы», довольно тонко разумел под ангелами праведников в церкви. «Жена, говорит он, должна покрываться, дабы не соблазнить их на блуд». Вопросы? Первое, Карифеном 11, 11. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе». Толкование. Говорит это потому, что придал больше преимущества мужу, доказав, что жена от него и для него, и под властью его. Чтобы не возвысить мужей сверхнадлежащего, а жен не унизить, говорит, что при первоначальном творении жена действительно так создана от мужа, но теперь и муж не рождается без жены. «Впрочем, в Господе». То есть, все творит Бог и оживотворяет семя и укрепляет утробу. Вопросы? Час прошел, теперь можно задавать вопросы не по писанию, не по теме. Нет вопросов? А вот неравный брак бывает. Одну выдавали за старого. Ей 17 лет за старого, она убежала, вышла, ну, как за Роми, наверное. Десять детей родила, от старого кого она бы родила бы? И картина такая где-то есть, вот неравный брак. А если бы родители послушала, вот она не послушала, убежала. Сейчас у нас, видите, уж их нет этих людей. Ничего не понял, что вы сказали. Я говорю, неравный брак бывает еще, неравный брак. Ну, знаем, что бывает. И что теперь? Разводиться надо, что ли? Ну, правильное дело сделала-то, по-вашему, что старого бросила и к молодому убежала, и 10 ребятишек надо. Нет, так она бросила, как бросила, она убежала, и ничего, и девушка убежала, как была девушка, так и девушка убежала, и со старым не стала. А вот, так вот было дело, когда-то. А замуж она за него выходила, родители ее заставили? За богатого, за старого давали. Давно. За богатого? Понятно. А ей нужен был богатый, да еще и молодой. Два в одном, да? Нет, она и вышла не за богатого, как были за ровню, что ли? Ладно, оставим это. Пустое все. Первое корифонам 11, 12. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Толкование. Жена говорит от мужа, ибо доселе еще остается за мужем то свойство, что жена от него. А муж через жену. То есть жена служит рождению человека, а большее действие семени. Посему о муже нельзя сказать во всей строгости, что он от жены, но от отца своего через жену. как послужившую рождению. А о Господе Павел сказал не так, но родился от жены. Он побоялся употребить предлог через, дабы не подать эритикам повода, говорить, что Господь прошел через деву, как через канал. Или потому что в рождении его, Христа, не участвовал муж, а был он плодом чрева одной только ее. Это совершенство не мужа, но Божие. Если же все совершается силой Божией, сам же он установил порядок отношений между мужьями и женами, то не спорь, а повинуйся. 1 Коринфянам 11.13 Рассудите сами. Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Толкование. Опять самих их поставляет судьями, дабы вполне подтвердить то, чего желает. Здесь намекает на нечто страшное, на то, что бесчестие восходит до Бога. 1 Коринфянам 11.14-15 стихи. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена растит волосы, это для нее честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Толкование. Как же не бесчестье для мужа растить волосы, когда через это принимает весть женщины и поставленный для господства принимает знак подчинения. Но для женщины растение волос есть честь, потому что она сохраняет в этом случае собственный чин, а сохранение своего чина для каждого честь. Для чего же нужно надевать и другое покрывало, если волосы служат одеянием? Для того, чтобы выразить свою подчиненность не одной только природой, но и свободным произволением. Собственно, своим произволением. Вопросы? Так, тут Алексей Куракин о неравном браке написал сейчас почти. Неравный брак – это не грех. Есть такая пословица у казахов, по-моему, муж на коня садится, а жена родится. Он может в пять лет сесть на коня, а может и в тридцать. Ничего, такого плохого тут нет, если разница в возрасте большая. Ну и я согласен. Мы буквально в воскресенье тоже эту тему поднимали. У женщины есть редопродуктивный возраст. Все, обыкновенная женская прократилась, климакс там, в 50 лет она уже не родит. А мужчины в 73, в 83 бывает порождают до нее одного. Недавно тоже. Сколько ребятишек было в Грекорд? 63? 69. 69? Да, у Васильева, Васильев его фамилия. А от одной жены 69. Она 17 раз рожала, и по четверне, по тройне, и по двойне, по одному ни разу. За 17 рождений 69 детей. И 67 остались живыми. Да, невероятно. Ну что невероятно, что она умерла когда, он женился в другой раз, и у этой второй жены сразу стали рождаться тройни. Да. А как же... Давай, Надя. Ну а как же тогда вот, Ян Креститель от престарелой Елизаветы родился, Матерь Божия от престарелой... Или, как, Анна, Мать Богородицы. Потом Сара. Были женщины, которые уже утром у них усыхали, а Господь давал рождение. О, Господь. Мы сейчас говорим про... Там было обетование Божие. Обетование. Это было чудо. Чудо. Дабы мы уверовали, через это чудо легче поверили в бессименное рождение Иисуса Христа. Вот. Божественное рождение. Поэтому, раз неплодная Сара родила, да и отец у нее, муж, вернее, Авраам, тоже был в годах преклонный. Но она смеялась, потому что она знала то, что уже сухой рог-то. Она поэтому Сара смех переводит. И когда ангелы пришли, так она рассмеяла. Ничего. Шутить изволитесь. Как говорится. Однако... Вот. Это только по... Чудеса. Вы привели примеры. А кроме них еще какие примеры-то есть? Подруг из ваших. Кто 70 лет рожал-то тогда? Не было такого. После 40 рожали. После 40. Я говорю не про 40, а про 70. После 40. Ну 70-то после 40. Ну давайте уж после 40 рожали. 40 не 70. После 70 рожали. Ну в интернете там где-то можно найти что-то. 60 вот пишут. Ну 70 уже... Вряд ли. Ладно. Что мы по этим? Бог даст, то если то и будет и в 70, и в 90. А не даст, то и в 20 не даст. И начинают там всякие пробирки. Потом мы придумали суррогатное материнство тоже. Чего к чему? Бог не дает, ну значит, ну и поблагодарю за это. И 16 стих 1 послание Коринфянам 11 глава. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Толкование. Подлинно противоречить в подобных предметах дело любопрения, а не размышления и разумения. Поскольку, может быть, Коринфяне, желая помудрствовать, пускались в рассуждения, чтобы доказать безразличие все в деле, то Апостол говорит, что ни мы не имеем такого обычая, то есть, или спорить, или чтобы мужу растить волоси, а жене не покрываться, ни прочие церкви. Поэтому вы противитесь не нам только, но и всей Церкви. Это должно показать слушателям ничто не делать сверхобычая апостольского. А сегодня, как Алексей Куракин правильно заметил, сделаешь в Церкви замечание о плотке, а ему не фарисействует. Уже про фарисеев слышали, это уже большое дело-то. Вы знаете, тут такие фарисеи были. А то, что Христос сказал, то, что вам говорят, Матфея 23 глава, 3 стих, и так, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Виляли фарисеи соблюдать плотки там, ну я к примеру говорю, экстреполяция событий, делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Вот в чем фарисейство-то. А тут каноны церковные дали, предание нам говорит, священное писание говорит, а разницы нет никакой. Ну, к антихристу, враг церкви, раз тебе никакой разницы нету, мужчина или женщина перед тобой. Гендерные дети уже потом пошли. А она сама должна ребенок решать, кто она будет. Кем ей расти, мальчиком или девочкой. И не важно, какие у нее детородные органы. Захотела их все. Ее желание выше творения Божьего. Безумие сплошные. Поэтому, а кто спорить хочет? А вот Европа сейчас вся спорит с Богом. Все эти ЛГБТ, всякие лесбиянки, гомосексуалисты, все это спорят с Богом. Геи Господь, там даже в интернете, я говорю, покажут этот гей-парад и подпись. Их уже исправлять поздно, Господь жги. То есть уже все. Так бы, предел мерзности этой всей этой. А все началось с платка. Вот. Не захотел его подчиняться, не захотел быть главой, стал тряпкой, и потом превратился в гомосексуалиста. И тухом встал. Пошел на парад. Прости, Господи. Первое, Каифинам 11, глава 17, стих. «Но предлагая сие, не хвалю вас, чтобы вы... не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее толкование. Как первые верующие, имея все общее, питались за общим столом... Толкование... Простите... Толкование... Как первые верующие, имея все общее, питались за общим столом, так и с подражания им, хотя и несовершенного, в некоторые установленные дни, быть может, праздничные. В Каринфе после причащения тайн предлагалось общее угощение. Богатые приносили яства, бедные были ими приглашаемы и угощаемы. Через разделение же этот чудный, дружелюбный и любомудрый обычай был извращен и всеми, и не всеми соблюдался. Чтобы исправить это, Павел и пишет и поскольку при обличении в пороке прежде всего помянуто он имел много покорных, то говорит хвалю вас и второй. А как в настоящем случае дело было в ином положении, то говорит предлагая сие не хвалю вас. То есть не хвалю вас потому, что снова завещаю вам и убеждаю вас в том, о чем я намерен говорить. Вам по собственному разумению следовало бы не грешить совершенно, не вынуждать к увещанию. Вам следовало бы преуспевать к лучшему и делать собрания более щедрые. А вы уменьшили и господствовавшие уже обычаи, и хотя сходитесь в одной церкви, но не для того, чтобы есть вместе. Это так. И худо очень. То есть то, что вы изменились к худшему. Первый коринфянам 11 глава 18 стих. Ибо во-первых слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Толкование. Не тотчас начинает речь о трапезах, но прежде порицает их за то, что между ними бывают разделения. Ибо действительно оттого и ел каждый порозы, что между ними были разделения. Дабы не сказали, что клевещущий на нас лгут, не сказал ни верю, дабы не сделать их более бесстыдными, ни не верю, дабы не явиться напрасным обличителем, но отчасти верю. Да и вероятно, что обычай этот нарушали не все, но часть вопроса. Игнать Игнать Вопроса нет, я ничего не скажу. Вот сейчас сделает, как называется Агапа, и пытались это восстановить, но сегодня вот у нас это перед занятиями проходит у нас собрание, сразу кто не остается, тот ушел, а остальные приносят с собой еду, и у нас фактически получается Агапа, только у нас более свободное, ничего нет, прищищались, не прищищались, но все пообедают, голодно никто не остается. у нас это обычаи, даже нужды никакой нету, при том каждое воскресенье. Вот, а если еще среди недели праздник какой-то бывает, а у нас даже свои памятные даты, то день общины, то день начала работы нашего сайта, и обязательно что-то сестры сделают. Это мы сегодня еще оценить не можем, считаем, да, в порядке вещей, ну, конечно, это работа, нам видно, как собрания проходят, какую свободу имеют сестры, как они высказываются, и даже об этом мы не думаем, но как вот естественно, идут на улице двое разговаривают, и тут же дети, это надо работать, а люди такие же православные, побыли в храме, все разбежались, никого нигде нету, почему же, никто не работает, а к вам эти люди, к нам приезжают эти люди, первый раз, и они сразу же все делают, как мы делаем, подражают, никакой власти мы не показываем, вот вчера мне одна звонит, лет 30-35 назад она была, я говорю, а как вы нашли? Нашла батюшке, позвонила в больницу, и мне звонит, да вы мне тогда вот дали то, другое, ничего не помню, да я теперь монахиня, а, монахиня, у тебя имя-то другое, я тебя и не знаю, то есть она все помнит, что ей дали, и они когда к нам приезжали, все до единого, сколько бы их не было, сразу одеваются по форме, также молятся, покажем, как кланяться, соблюдают посты, все до единого, притом даже мирские приезжают, из машины не вылазят, если она одета в брюках, или ей вынесут, даже покупать приезжают, прокуратура, милиция, все звонят и говорят, мы это знаем, мы оденемся, как должно, это все от нас зависит, меня спрашивают, ну а если у вас женщина в брюках, вы выводите ее из храма, я же отмечаю, я говорю, никогда, а почему, да потому что ее не запустили, выводить некого, сразу скажешь, и она сразу одергивается, а как тогда, никак, мы сразу ей вынесли, платок дали, юбку, переоделась, заходи, стой здесь, смотри, запоминай, ну просто обидно, что не хотят работать, нисколько, лишь бы деньги несли, свечки, у нас нет торговли, с тарелкой не ходят, ну можно убрать, священники воюют против десятины, почему, если десятина есть, торговать нельзя, а что это десятина с бабки, какая пенсия-то, смешно даже говорить, и поэтому идет торговля, освещение, машин и прочее, тут все с корыстолюбия, корыстолюбие, корысть и трусость, главное проказа, главное короста, в государстве и везде, я сегодня считал, сколько было, в Японии, там народу маленько поменьше, у них восемнадцать тысяч этих работников, там бухгалтерия и все, а у русских где-то почти двести тысяч, а количество населения почти одно, ну где-то раз в двадцать-тридцать больше-то, ну что это, нормально, никто не хочет работать, ну не за что получает, ну за что ты получаешь-то, как ты перед Богом, ну это должность такая, так должность-то придумали твои товарищи, они пропустили это, везде обман, такое государство, оно не будет крепким, никогда, я просто попутно сказал это, соблазн на каждом шагу, вот и все, вот и все, уже все, все ушел, нет, говорю, время закончилось уже, нет, 27 минут еще только, а, 27, на моих час 29, а Сергей-то еще ушел, нет, он здесь, нет, я здесь, у меня еще две минуты, раньше начали, так что можешь закончить, так, звонил батюшка, вот, ничего ему не нужно, я его спрашивал, все у него вроде как есть, короче, ему не пускают, но передачку ему передали, Татьяна Кузьминична там передавала, вот, ну, по голосу видно, что не совсем здоров, но когда вы пишут, то еще даже и разговоров про это нету, про выписку, это видать там. Ты расскажи, чтобы все знали про утреннюю молитву-то, удели две минуты. Так, я вот тут группу создал, утренняя совместная молитва, то есть в 4.40 по барнаульскому времени, по Москве, это будет 0.40. Вот, мы молимся вместе, значит, все желающие, вот, Сергей, Астахов с нами молится, вот, еще Роман, по-моему, молился, с нами, я не ошибаюсь? Да, да, Роман. Да, вот они вдвоем сейчас с нами. Вот. Если кто-то пожелает, мне пишите, значит, условия, женщина должна быть в платке, желательно в двух, голова покрытая, мужчина подпоясанный. Чтобы руки были до кистей закрыты. Да, и руки, чтобы были до кистей закрыты. У всех, у женщин, у мужчины, у всех, застегнуты должны быть. Ну, я не знаю, бритых-то пускать, не пускать на молитву. Ну, сделай как-нибудь, напиши это, несколько раз сам просчитай, чтобы у тебя было нормально-то. И, люди часто спрашивают, как утром молитва, что есть где, мы покажем как, что такое поклоны, кому мы обращаемся, где поклоны какие. спрашивают, а видите, не видели этого. Ну, у нас очень так интересно. Это так же утром по скайпу, да, молитва будет? Да, да, то есть вы мне пишите, допустим, в 4.40 так же, я готова помолиться. И я вас подключаю. Ну, в 4.40 он подпримет, а начинаем где-то в 4.43 примерно, в 4.42. Да. 4.50. Ну, в 4.43, в 4.45 мы начинаем молиться. В 4.45? Бывает позже. Да. Да, 45 он говорит, а может даже чуть. Ну, тут еще уже. Они увидят, как мы собираемся, подготавливаемся. Ну, все, молимся тогда. Достойно и святого истину, блажите тебя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, истейшую и херуви, и славнейшую без сравнения с Ерафим, без искления Бога славорожную, сущую, Богородицу, я величаю. Братья, конечно, молитесь. Милосердный Создатель, Господь и Бог наш, мы предстали перед Твоим величием и спросить милости Твоих во имя Иисуса Христа. Не по нашим беззакониям поступи с нами, но по Твоему неизреченному милосердию. Ты позволил нам встретиться с Тобой. Этот день встретения мы пережили. Благодарение Тебе, Господи Божий наш, то, что мы слышали, помоги нам с радостью исполнить. Вдохнови нас никогда не нарушать посты православной церкви. Дай крепость и силу в своих суждениях и в действиях, чтобы мы не искали причину не исполнять то, что установила Святая Православная Церковь. Распусти нас с миром. Благослови болящих Виктора и Акима, Сергея Парализованного и всех, кого мы упоминаем. Тебе, Божья слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Аминь. Готовь от них. Аминь. Аминь. Аминь.